На территориях, входящих в состав Новой Зеландии, есть удаленный архипелаг, где из десяти островов заселены всего два. Время там течет не так, как в остальной стране, а чистокровных коренных жителей совсем не осталось. Рассказываем про историю островов, от которой кровь стынет в жилах, и о мирном настоящем, когда твои соседи – единственные люди на сотни километров. Архипелаг Чатамм, состоящий из десяти островов, расположен примерно в семи сотнях километров от основной части Новой Зеландии. Добраться туда можно на самолетах местной компании Air Chathams. Полет из Окленда, Веллингтона или Крайсчерча займет порядка двух часов. Кстати, это самый долгий внутренний перелет из тех, что доступны на территории страны. Климат на архипелаге не из приятных. Там дождливо и ветрено. Температура редко поднимается выше 20 градусов. Но при этом и не опускается ниже ноля. А снег выпадает раз в несколько десятилетий. Из десяти островов заселены всего два – Чатамм и Пит. Причем на втором всего около 40 жителей. Чатамм же является самым большим островом архипелага и занимает площадь 900 квадратных километров. Даже время на архипелаге течет по-особенному. А если точнее, вы вряд ли догадаетесь, насколько нужно перевести часы, ведь местный часовый пояс опережает время в Новой Зеландии на 45 минут. Мы привыкли, что время в разных регионах переводят именно на часы. Но Чатамм относится к трем территориям в мире, где всемирное координированное время, помимо целых часов, сдвинуто на 45 минут. Кроме Чатамма, такой особенностью обладают еще Непал и несколько населенных пунктов на юге Австралии. История Чатамма не менее захватывающая. В конце 15-го – начале 16-го века на архипелаге появились представители народа Маори с Южного острова, которые искали новые земли для проживания, чтобы избежать борьбы за ресурсы на старых. Поселенцев встретил огромный птичий базар с самыми разными обитателями – от голубей и попугаев до альбатросов и лебедей. Дополняло картину изобилия ластоногих и рыб. Пейзаж представлял собой смесь леса, кустарниковой пустоши и болот. Из-за особенностей местного климата люди не могли выращивать большую часть культур, известных им на тот момент. Поэтому едва ли не единственным источником пропитания стали морские обитатели и птицы. Впрочем, довольно быстро богатые некогда запасы значимо уменьшились. Чтобы выжить, островитяне установили ряд правил, направленных на сохранение природного изобилия. В частности, запрещалась охота на самок и детенышей тюленей. Яйца и птенцов морских птиц разрешалось собирать только в определенный период времени. Регламентировалось и их количество. Кроме того, туземцы старались следить за собственной численностью. Чтобы население не росло сверх меры, они практиковали весьма жестокий по нынешним меркам методы – избирательную кастрацию маленьких мальчиков. Традиционно Маори ребята весьма воинственные. Один из самых важных фактов, который стоит о них знать, в свое время они активно практиковали ритуальный каннибализм, лакомясь в основном телами пленных или убитых врагов. Они верили, что это отличный способ заполучить силу мертвого человека. А их ритуальный танец хака повергал в ужас многих противников. Маори смогли дать самый серьезный отпор Британской империи среди всех колонизированных коренных народов и добиться пусть и формального юридического равноправия с британскими гражданами, что для колониальной истории просто немыслимо. А договор Вайтанги, подписанный представителями Великобритании и вождями некоторых племен Маори 6 февраля 1840 года, положил основу создания государства Новая Зеландия. Люди, поселившиеся на архипелаге Чатам, с годами стали разительно отличаться от Маори. Фактически появился новый народ, названный Мариори. В один прекрасный момент их вождь Нунуку Венуа решил строго-настрого запретить военные конфликты и каннибализм. Так обитатели Чатама стали пацифистами, которые привыкли решать споры при помощи безопасных в целом поединков на палках и с помощью договоренностей. Пацифистская идеология ненасилия предотвратила губительные междоусобные войны и обеспечила мирное развитие девяти племен Мариори в течение 24 поколений. Но построенному по такому принципу обществу выпала ужасная судьба. В конце XVIII века мирное существование Мариори завершилось. В 1791 году с архипелагом познакомились европейцы. Вслед за ними на островах начали промышлять китобои и охотники на морских зверей. Они принесли туземцам болезни, с которыми те никогда не сталкивались. В итоге от незнакомых недугов скончался каждый восьмой абориген. Но это были лишь цветочки. Настоящий кошмар ждал Мариори впереди. Несколько племен воинственных Маори, вытесняемые в ходе мушкетных войн, с северного острова положили глаз на архипелаг Чатам и возжелали отобрать у миролюбивых островитян принадлежащие им земли. Первый отряд из 500 воинов Маори прибыл на остров Чатам в 1835 году. Они сразу же совершили несколько убийств, чтобы запугать местное население. Позже отряды воинов Маори, вооруженные ружьями, боевыми дубинами и топорами, все прибывали. Мариори же в свою очередь отказывались брать оружие в руки и дать отпор чужакам из-за своей уже укрепившейся пацифистской идеологии. Это же было решено на Совете Старейшин. Но по сути этим решением они предоставили свою жизнь в руки закаленных воинами племен, где решение многих вопросов сводилось к убийствам. В первой половине XIX века Маори принялись делить между собой Чатамские угодья. При этом они либо жестоко убивали Мариори, либо делали их рабами. По факту перед нами пример настоящего геноцида. На момент прибытия на архипелаг Маори местных жителей было где-то 1600. Спустя всего 30 лет их осталось в 16 раз меньше, всего около 100 человек. Последний чистокровный Мариори завершил земной путь в 1933 году. В конце 1980-х ему установили памятник. К счастью, самое темное время архипелага уже осталось в прошлом. Нынешнее население острова Чатам составляет всего порядка 800 человек. Большинство из них – это предки завоевавших эти земли Маори и европейцев. И всего несколько десятков людей из смешанных браков относят себя к потомкам Мариори. Но, как я уже говорил выше, чистокровных Мариори уже не осталось. Естественно, здесь все друг друга знают. А если чье-то лицо вдруг покажется незнакомым, то разгадка проста. Перед вами предстал турист с большой земли. Столица острова – поселок Уайтанги, где можно найти всякие радости цивилизаций. Для приезжих построена небольшая гостиница, расположенная на берегу моря. Также есть несколько гостевых домов. Кроме того, в Уайтанге работает островная администрация. Рядом со зданием, где она базируется, находится скромных размеров музей, посвященный истории архипелага. Есть небольшой порт. По соседству друг с другом стоят небольшие домики, занимаемые больницей и полицией. Кстати, преступности в поселке почти нет. Сложно сделать что-то противозаконно и не понести за это наказание, когда все на виду. Но один констебль на острове все же есть. Чаще случаются дорожно-транспортные происшествия. Общественного транспорта на островах нет. А вот автомобили и квадроциклы, несмотря на удалённость, завезли. Раньше местные ездили в основном на лошадях. Главный источник заработка начатами – рыболовная отрасль. Правда, доходы сильно зависят от погодных условий. Если ветер сильный, то корабли остаются в гавани, а люди вынуждены бездельничать. Если день стоит погожий, то неважно, будни это или выходной, нужно идти работать. Иногда случается так, что рыбаки вынуждены сидеть дома по 2-3 недели. К счастью, бывает и наоборот, так что есть возможность заработать денег впрок. Многие молодые парни на острове начинают с труда на чужой лодке и постепенно дорастают до приобретения собственной. Одной из самых прибыльных работ является ловля раков и морских ежей. Правда, именно этот вид деятельности сопряжён с серьёзным риском для жизни и здоровья. У берегов Чатама обитают большие белые акулы, и за последние годы несколько дайверов подверглись нападению с их стороны. Другая распространённая на острове трудовая деятельность – фермерская. Здесь выращивают крупный рогатый скот и овец. Благо, места для пастбищ предостаточно. Ещё можно работать в туристической сфере. Также в Вайтанге есть не только отели-гостевые дома, но также паб, заправка, магазин. Средняя зарплата на острове эквивалентна 36 тысячам долларов США в год. Но не стоит забывать, что здесь всё стоит гораздо дороже. Так электроэнергия на Чатаме вырабатывается двумя ветряными турбинами и дизельными генераторами. Но её стоимость в 5-10 раз превышает стоимость электроэнергии на основных островах Новой Зеландии. Это же относится ко всему, что привозят с большой земли. С разнообразием в плане отдыха для местных на Чатаме дела обстоят следующим образом. Самый простой способ расслабиться – выпить в пабе или за его пределами. Изолированность острова вынуждает местных жителей развлекать себя самостоятельно, проявляя креативность. И здесь кто во что гораст. Кто-то устраивает охоту, другие отправляются в путешествия на квадроцикле в какое-нибудь отдалённое место на Чатаме. Третьи занимаются верховой ездой. Четвёртые ходят в походы. На острове несколько начальных школ. А вот средней школы нет, поэтому молодёжь вынуждена довольно рано покидать дом, улетая на основные острова Новой Зеландии. Там они живут в интернатах при школе и посещают семью несколько раз в год. Некоторые потом возвращаются домой, чтобы сразу начать работать. Но многие решают остаться на большой земле, где куда больше возможностей для развития. Единственное, что воодушевило молодёжь в последнее время – это появление мобильной связи на острове и широкополосного доступа в интернет, что позволяет узнавать больше о внешнем мире. Такие места в большей степени хороши для кратковременного отдыха, перезагрузки, помогающей очистить голову и собраться силами. Но жить здесь на постоянной основе – история далеко не для каждого. Тем более погода в целом депрессивная, а не как на райском острове с тёплым морем и нависающими над пляжами пальмами. Добавьте к скуке ещё и высокие цены на товары. Из-за этого местные частенько вкалывают на двух-трёх работах. Но несмотря на все минусы, аура у таких изолированных от большого мира мест всегда завораживает. И находятся энтузиасты, которые с удовольствием живут в таких небольших сообществах вдали от крупных городов и людской суеты. На этом всё, друзья. Как всегда, делитесь видео, если вам было интересно. Пишите ваше мнение в комментариях и оценивайте ролик. До скорого!